Как встать на учет безработным при введенных ограничениях и как получить пособие по безработице? С этими вопросами сталкиваются многие люберчане, потерявшие работу во время пандемии. Наш корреспондент Анна Троян собрала самые популярные обращения граждан и узнала, как решать возникшие вопросы. Экономист Петр Березовский просчитался с увольнением. Мира хватила пандемия, мужчина не смог найти новую работу. Встать на учет в центре занятости Петру не удалось. Огромные очереди. Пришлось подать заявление на портале «Работа в России». Я подал все документы, оформил, загрузил. Начал ждать выплату ежемесячную. Мне полагалось 12 тысяч. Но выплата пришла меньше. Для меня это был сюрприз. Я решил сначала позвонить в центре занятости, но все телефоны заняты. Разобраться с положенными безработному выплатами и трудоустройством Петру помогли в Люберецком центре занятости. Без предварительной записи специалисты дают разъяснения по возникшим у жителей вопросам. С момента подачи заявления до момента признания безработным должно пройти 11 календарных дней. Первая выплата вам выплачивается только за этот период. То есть кусочек. Вот вам пришла сумма 4043 рубля. И в любом случае у вас выплаты пособий будут в месяц 12 130 рублей. Все те выплаты, которые не достают, они вам выплатятся. Почему приходит выплата в размере 12 130 рублей, а не 15 тысяч, как обещал губернатор Подмосковья? Еще один популярный вопрос, поступающий от безработных. В центре занятости поясняют, что оплата компенсационной выплаты, то есть недостающей разницы, придет всем, кто встал на учет, начиная с марта 2020 года. Деньги поступят только на следующей неделе. И со следующей недели я всех заверяю, что мы начнем компенсировать те недоплаты, которые пока были не произведены из-за того, что денег не было из областного бюджета. Все деньги придут на счета, которые нам предоставляли безработные. Самое главное, чтобы увольнение произошло не по причине дисциплинарного проступка. Он может встать на учет в течение 30 дней после прекращения трудовой деятельности. А что делать тем, кто не смог встать на учет по безработице? Специалисты уверяют, на каждую заявку, поступившую на сайт «Работа в России», вскоре придет ответ. Сейчас в обработке находятся несколько тысяч обращений люберчан. К такому наплыву безработных центр занятости сначала не был готов. Более того, оставляя заявление онлайн, жители зачастую допускают ошибки. Рассматривая заявления, которые поданы в портале «Работа в России», около 30% – это лица, которые не имеют постоянной регистрации в Лебресском округе. Поэтому им отказано в регистрации, что вызывает соответствующее недовольство, и они пишут жалобы. Около 15% – это те лица, которые не представили весь полный пакет документов, и которые тоже не могут быть признаны безработными. Функции портала «Работа в России» обещают провести в порядок в ближайшее время. А сотрудники Люберецкого центра занятости обрабатывают обращения граждан в усиленном режиме, без выходных, чтобы до конца мая помочь всем безработным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.